МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пусть все проходит, летят года, светлая надежда. Живи всегда, если грусть на душе порой. Верь, Христос с тобой никогда Он нас не оставит. Верь, Он придет, и сонный мир разбудит. Верь, Он придет, подарит радость людям. Верь, Он придет, рассеет все невзгоды. Счастье нам дверь распахнет. Осень печально Дождей прольет Снежная вьюга Год заметет, не вернешь Время на земле Но печаль и след Растворит Святая надежда Верь, Он придет И сонный мир разбудит Верь, Он придет Подарит радость людям Верь, Он придет Рассеет все невзгоды Счастье нам дверь распахнет Верь, Он придет Спасенье весть объявит Верь, Он придет Любовь свою нам явит Нас соберет И свой народ спасенный В светлую даль Поведет В светлую даль Поведет Тихий ветерок слегка шевелит траву Тоненькие стебельки нежно касаются друг друга гнуться к земле, переплетаясь между собой На них нанизались росинки Они сияют мирядами радуг, сверкая и перемигиваясь между собой И словно живые существа радуются новому дню и птичьему пению Все наслаждается жизнью, растет, наливается соками под живительными лучами июньского солнца Так начинается рассказ «Червячок», который представляем вашему вниманию Не весел только старый бондарь Василий Седой-седой лежит он на небольшом топчане в своем саду Вспоминает, размышляет Не один десяток лет прошел с тех пор, как появились на его недавно обустроенной усадьбе Щупленькие молодые яблоньки и груши Мало-помалу они росли, воздевая к синим небесам свои нежные листочки ладони Потом выросли, окрепли, почти ежегодно дарили хозяину пахучие, сочные плоды Теперь состарились Ширококронная яблоня-бойка, под которой отдыхает старик Качает вот уже несколько лет, как облысевшими узловатыми ветками Листочки почему-то посреди лета местами пожелтели и свернулись в трубочки Среди листвы темнеют небольшие яблочки Бондарь посмотрел на них и как будто ощутил их горьковато-терпкий, а вместе с тем и кислый вкус Горьковатый, кислый, терпкий Такой, наверное, и была вся его жизнь Горькая, терпкая, кислая Длинная и ни на что не годная И осталась от нее оскомена Оскомена от жизни Что видел он, кроме сессий, совещаний, заседаний Что чувствовал, кроме служебной ответственности и самолюбия И правда, всю жизнь любил только себя Иначе не остался бы в глубокой старости один на один со своими мыслями Сделал ли что полезное своей семье или другим людям Время тратил только на себя и работу Даже единственной дочери не был настоящим отцом Уходил из дома, еще спала Возвращался, отдыхала Раскинув пухленькие ручонки после шумного дня Выходные я лишь изредка проводил в кругу семьи Разве что иногда на праздники Обычно же они проходили в кругу компаний друзей И нужных для продвижения по службе людей Однажды вернулся домой, как всегда поздно А дочь не спит, сидит на стульчике Глазенки красные, припухшие Видно, что борется со сном Как услыхала, что папа вернулся мигом к дверям Папа, папа, я тебя так ждала Бросилась обнимать Он вяло оттолкнул А ты почему до сих пор не спишь? Ну-ка в кровать, папа устал Надюша обиженно заплакала и пошла в свою комнату Жена стала утешать малышку Он еще и прикрикнул Нечего, мол, делать из нее размазню Галина выглянула из-за двери А у нее, между прочим, сегодня день рождения Ребенок ждал, что ты ее хоть в этот день приласкаешь Поздравишь, скажешь Доченька, ты уже взрослая Хорошо поздравил И какой ты после этого отец? Галя хлопнула дверью спальни Василий услышал нежный шепот слова тишения Потом Надюша поцеловала мать и сказала тихонько Мама, я тебя больше всех люблю Хорошо, милая Спи, доченька, спи Завтра папочка принесет тебе подарок А папочка слушал Слушал и кипел в душе от стыда Не забыл ведь поздравить с днем рождения ни одного из друзей На следующий день ушел с работы раньше обычного Купил огромный букет цветов, много конфет и большущую куклу Со всем этим добром поехал в детский садик Вручил Надюше цветы и куклу, а воспитательнице конфеты Улыбался, изображал любящего папочку Поднял на руки, прижал к груди Девочка оттолкнула его маленькими ладошками Соскочила Не надо мне цветов, не надо мне куклы Мне нужен ты, папа Воспитательница растерянно смотрела на маленькую девочку И беспомощного, такого важного папочку Который покраснил То ли от гнева, то ли от стыда Хорошо, хорошо, поехали, дочка, домой Жмурясь и мигая отечными веками На одном из которых уселась изрядных размеров бородавка Василий смотрел вверх Мысли тоже полетели вверх, оторвались от земли Что его ждет там, за чертой жизни Солнце горячее, ослепительное, повисло над головой Он подставил свое сморщенное, как сушеный гриб, лицо под его лучи Слегка приоткрыл глаза, будто стараясь отщипнуть кусочек солнца И впустить в себя С его помощью осветить все потаенные и темные уголки своей души Утро Василий летит на полной скорости домой Только что из кабинета секретаря райкома партии Все мысли заглушили слова Если ты не способен управлять семьей Ты ни на что не способен Твоя жена – баптистка Не быть тебе председателем колхоза Опозорила на весь район Теперь везде будут шептать штунды А ребенке бы подумала Комсомол не примут Лишние проблемы Дома устроил скандал Галина призналась Да, я покаялась Прости, не сказала сразу Никак не могла отважиться Теперь я верующая Штунды в моем доме не будет Ты слышишь? Не будет Вмешалась дочь Мама, кресло и деньги для него всегда были дороже жены и дочери Тем более теперь, когда он стал председателем Потом дочка повернулась к нему Посмотрела, кажется, в самую душу Папа, я тоже баптистка Прошлое воскресенье стало Выродок, прочь с глаз моих Я тебя прощаю, папа Обойдусь и без ваших прощений Мы разведемся Он выгнал их из своей жизни Надя несколько раз писала ему Но он, ее отец Не простил ее и не позвал Конверты были с обратным адресом Он мог бы Последний раз написала, когда родила дочь Теперь внучке больше двадцати Может быть, и у самой ребеночек есть Василий представил себе этот сад, этот дом Состаревшаяся Галина несет ему прохладное питье Дом побелен, окна выкрашены А под ними цветут чернобрывцы Уже совсем взрослая, возможно и полноватая Надежда сидит рядом и разговаривает А у него на коленях трепыхается что-то нежное Как птенчик, его правнучек Он дергает старика за нос За белые волосы Тыкает пальчиком, крохотным, беленьким В его глаз и смеется Бондарь ощутил даже запах этого малыша Молочный, с кислинкой Такой приятный и родной Представил себе, как играет с ним Подбрасывает вверх, кружит по саду Василий заплакал И не важно, что по его помятому лицу Сбегает только единственная слеза Да чего же горькая, жгучая Губы искривились и задрожали, как у обиженного ребенка Да и разве он не бессильный, обиженный, обманутый ребенок Ведь всю жизнь был исполнителем чьей-то призрачной идеи Он был марионеткой, игрушкой в чужих руках Партия, идея Как он мог всей этой несуразице верить? Разрушил собственную жизнь Развалил семью, оставил ребенка сиротой Где она? Кем работает? Кто муж? Ничего этого он не знает Не слишком ли дорогая цена, зато обманчивую, чужую идею? Старик закрыл глаза Замигали, словно кадры кинофильма, картины из жизни Голод 33-го, первый класс, смерть матери Какой-то голос, будто издали лет, спрашивал Для кого прожил жизнь? Где вечность проведешь? Как укор совести звучала тихим детским голосом Мне нужен ты, папа В голове завертились обрывки фраз Все это смешалось во что-то пульсирующее, беспорядочное Бондарь открыл глаза Взглядом окинул усадьбу Каждая деталь двора, дома Напоминала о чем-то из прошлого Больно терзая стариковское сердце Там под грушей было Любимое место Наденьки Часто сидела там среди игрушек Потом книг Там, где когда-то стоял аромат чернобрывцев Порос бурьян Мясистый, высокий Деревья усохли И некому присмотреть за ними, спилить ветки Двор напоминает пустыню Старик поднялся Взглянул на помятую траву И чему-то улыбнулся С хрустом и кряхтением выпрямил спину Подошел к яблони И сорвал ее неспелый плод Раскусил Яблочко оказалось червивым Беленький червячок извивался То поднимая-то опуская свое тельце С темным тупым кончиком Бондарю стало жаль беззащитного существа Но одновременно почувствовал Подсознательную неприязнь Как к подлому человеку Ему вдруг показалось Что такой же червячок Когда-то давно поселился в нем Он, тот червячок, испортил всю его жизнь Выгрыз душу и разум Разросся и всю жизнь Бондарь был не Бондарем А послушным исполнителем Им же, взращенного червячка День начался, как всегда Он в компании друзей-однолеток Носится по улице Несколько минут назад прошел дождь Повсюду идет пара теплых мутных луж Деревья, кусты Все стоит блестящее, омытое Такое бывает только летом И только в детстве Небо после короткого дождя Снова заулыбалось своей голубизной Смотришь на него И насмотреться не можешь Кажется, будто оно вбирает В себя, всего тебя Все твои мысли, чувства А ты стоишь, смотришь на него И не думаешь ничего Только смотришь В голове ощущается Какая-то дивная легкость Будто ее наполняет Нежная сладостная дымка Полный покой Вдруг из-за угла Выскочил какой-то мальчишка Стал кричать Хлопцы, хлопцы Там церковь ломают Приехали и долбают Мальчишек Как ветром сдуло Несколько пар пяток Не обращая внимания на лужи Исчезли за поворотом Васина мать Как раз к колодцу шла Едва ведро Из рук не выронила Быстро набрала воды И к соседке А босоногая и голопузая Братство Уже выстроилась Возле полуразрушенной церкви Некогда такая красивая С позолоченным куполом Их сельская церковь Казалось ему настоящим Как объясняла мать Домом Боженьки А теперь она превратилась Во что-то темное Непонятное Талкивающее Обрубки балок Грузили на подводы И куда-то увозили Стоял там Василек Лишь мгновение А страху набрался Надолго В память Врезалась каждая деталь Вот он видит Как на дорогу Нереально медленно Летит балка Ленило ползет В столб пыли Пыль горько полынная Лезет в ноздри Наполняет легкие В стороне стоят старушки Они плачут И время от времени Что-то кричат Людям Разрушающим их святыню Но за грохотом Василий услышал лишь Что Бог накажет их Смелости Стоять дальше У него не хватило И он перепуганный С дрожащими коленками Засеменил подальше От этого ужасного места Долго потом Василек ожидал Что вот-вот Божье наказание Постигнет село Тех людей Надеялся Что выпадет огненный дождь Или настанет Великий холод Среди лета Но дольше года Ждать не смог Перестал об этом думать А потом еще И в школу пошел Там его учили Что Бога нет Сметливый мальчик Понял Что можно делать Что угодно Греха нечего Бояться Так и вошел В него тот червяк Разросся Василий Бондарь Вспоминал себя Тех бабуль Что плакали И молились Но теперь понял Это не он Смеялся А то чудовище Как легко было Тогда уничтожить Его пальцем Придушить И все было бы По-другому Не успел Разглядеть Позднее Выгнать Или убить Того червячка Стало труднее Это было бы больно Василию Вроде бы стало легче Ведь он нашел Так и его Отследил Когда и как Червь неверия Поселился в нем Старик Притих Словно уснул Лицо стало серьезным Будто он Одним махом Решил ворох Надоедливых проблем Но нашел ли он Самое главное решение Солнце Красивое Большое Краснобокое Садится за огородами Где-то совсем близко Пушистые облачка Собрались вокруг него И тоже стали красными Розовыми А те что дальше Фиолетовыми На их фоне Яворы И тополя Лесополосы Кажутся неуклюжими Черными великанами Которые стоят Сложив руки Подсолнухи Повернулись К солнцу Ветер Слегка покачивает Их И потому кажется Что они Сочувственно Словно понимая Старика Качают Круглыми лицами Обрамленными Желтыми Веночками Лепестков По дороге Тихо вздымая Пыль Возвращается Сельская череда Василий Лежит в саду На травке В руке Сжал червивое С белым червячком Неспелое яблоко Червячок С интересом Выглядывает Из-за края Надкушенного яблока Терпкого Горьковато-кислого На вкус Словно подыскивая Новое жилище Вот уж прожита жизнь Серебрятся виски И стоишь ты в раздумье Что же в жизни ты видел И морщины твои Беспощадны они Говорят о тех днях Что в страдании прошли А душа в твоем теле Так томиться страдает Ред захочет домой В ту небесную ввысь Отпустит ее Завтра Завтра вдруг опоздаешь Дай свободу душе И к отцу ты вернись Не проходят Не проходят Летят В жизни здесь на земле Так уходят они Где-то вечно стеканут А глаза лишь твои Так уныло глядят Нету радости в них Сердце полно печали А душа в твоем теле Так томиться страдает Рвется, хочет домой В ту небесную ввысь Отпустит ее Завтра вдруг опоздаешь Дай свободу душе Так спеши же сейчас Ведь душа так томится Хорошо, если завтра Ты снова увидишь Эту зелень травы И цветенье весны А ведь может случиться Вздох последний услышишь И закроешь глаза Ты навек уж свои Так спеши же сейчас Ведь душа так томится И тебя умоляет Иисусу приди Просит гордое сердце Пред Христом умолиться О, услышь крик души Она хочет спастись А душа в твоем теле Так томиться страдает Рвется, хочет домой В ту небесную ввысь Отпустит ее Отпустит ее Завтра вдруг опоздаешь Дай свободу душе И к концу ты вернись Боже мой, как же они живут Каждое утро с постели встают Наспех едят Наспех едят Бегут на работу Тонут в своих проблемах Заботах Плачут Болеют Детей растят И все без тебя Боже мой, как они могут дышать Если покоя не знает душа Как за дела они могут браться Как они могут громко смеяться Их поглотила сует-суета Жизнь без Христа Боже мой, сколько вокруг красоты Как же не видят они, что есть Ты Как не поднимут они взгляд на небо Не удивятся Ни солнца Ни хлеба Как не заметят Ни звезд Ни цветка Боже мой, как? Боже, куда же они спешат? Их без тебя ожидает ад Время проводят бездумно и слепо Не понимают, что жить так нелепо Не понимают, что жизнь лишь одна Всем им дана Боже мой, как же им нелегко Жить на земле от Тебя далеко Как от грехов у них согнуты плечи Раны сердечные, кто им излечит? Счастье, увы, не живет в их домах Лишь боль и страх Боже мой, Ты о себе им сказал Ты дал им сердце живое Глаза Ты подарил им бессмертную душу Чтобы тебя могли видеть и слушать В том, что они выбирают ад Ты не виноват Боже, Ты любишь их все равно Нежно зовешь тех, в чьем сердце темно Отодвигаешь мгновения смерти Чтобы они над земной круговертью В Боге спасение увидеть могли Жизнь обрели Боже, любовь не умеет молчать Ты продолжаешь к людям стучать О, пусть откликнется сердце чье-то Пусть позабудет своей заботы Пусть перед Богом голову склоня Скажет Вот я В этой жизни немного хорошего Пара встреч, пара ласковых слов Пробегают друзья и прохожие Словно стрелки на стенных часов Рухнет все это в страшную бездну От бессилия и боли крича И когда-то я тоже исчезну Догорю, словно в церкви свеча Рухнет все это в страшную бездну От бессилия и боли крича И когда-то я тоже исчезну Догорю, словно в церкви свеча В этой жизни немного хорошего Оголяя души пустоту Песок бенный житейскою ношею Я спешу к Иисусу Христу И наполнена чаша спасения Я посох взяв и в дорогу суму Предавая кумиры забвению Я отдам свое сердце ему И наполнена чаша спасения Я посох взяв и в дорогу суму Предавая кумиры забвению Я отдам свое сердце ему В эфире детская передача 900 секунд Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели Мы очень рады снова приветствовать вас И сегодня мы снова отправимся В путешествие по подводному миру Который так удивительно создал наш творец Ух ты, здорово! Я так люблю путешествовать А к кому сегодня мы идем в гости? Сегодня мы отправляемся на дно океана К довольно медленному созданию Которое любит лакомиться вкусной рыбкой Лососем, камбалой, угрем И кстати рыба-жертва умеет плавать очень быстро А как же лентяй Лежебока может догнать свою жертву? И кто он? А вот ты сейчас все и узнаешь Мы уже почти на месте Главное не вздумай прикасаться к нашему гостеприимному хозяину Чтобы избежать неприятностей Ой, да это же такая странная рыба Такая ромбовидная Ай, забыл как ее зовут Да-да, все верно А зовут его Электрический Скат Здравствуйте, господин Скат Мы к вам в гости Здравствуйте Проходите, пожалуйста Как видите, в моем доме довольно тепло и уютно Здравствуйте А как может быть тепло и уютно под водой? Ну это я так По сравнению с другими местами океана Я ведь не люблю быстрые течения Я люблю мелководье, каменистое, илистое или песчаное дно Чтобы можно было спрятаться за камешек или зарыться в ил Спокойненько, уютно лежать, отжидая свою добычу Ух, вы уже так скоро рассказываете нам о жертве Опишите, пожалуйста, для начала себя Как вы выглядите, каких размеров, формы А то ведь наши ребята вас не видят О, это с удовольствием Ведь мне есть чем гордиться Я Электрический Скат Но еще меня называют Мраморным Раньше, правда, еще называли Игнусом Я известен людям очень давно И Мраморным они прозвали меня из-за моей шкуры Которая сверху разрисована полосами Бурыми, буроватыми и беловатыми И еще я очень хорошо могу подстраиваться под цвет окружения Так что с разных сторон выгляжу по-разному Относимся мы к хищевым рыбам Форма у меня такая же, как и у всех остальных скатов Я довольно плоский, ромбообразный, иногда даже кругловатый Длиной я полтора метра А шириной до метра И вешу 25-30 килограмм Однако есть у меня сородочи, которые доходят и до двух метров И весом до 90 килограмм Но это редкие экземпляры У нас есть три семейства Это только электрических скатов Если брать всех скатов, то там их столько, что я и не сосчитаю Можете сами почитать о них в ваших энциклопедиях Мы, электрические скаты, предпочитаем жить в тропических, субтропических и теплых умеренных районах океанов Поэтому люди так часто и натыкаются на нас Хотя мы на людей никогда не нападаем Если они не трогают нас А в древности люди даже использовали наши свойства для анестезии при своих операциях Эх, вот это были времена Мы были в почете и необходимы Ну о каком свойстве вы говорите, я уже понял Из вашего имени, электрический скат Но я совсем не пойму, как вы вырабатываете ток И как им пользуетесь Хе-хе-хе, это очень просто Творец дал нам особые мини-генераторы Отвечающие за наш электрический потенциал Находятся они возле основания хвостового плавника На брюшной стороне тела катод, а на спинной анод А за работу этих электрошокеров отвечает особая доля мозга Электрическая Я отдаю свои электроразряды пучками С напряжением достигающим 60 вольт Общее же напряжение, генерируемое в организме ската Зависит от нашего вида Нас всего 69 видов И может достигать от 8 до 300 вольт Как только возникает опасная ситуация Я сразу же применяю свое оружие Оставаясь при этом неуязвимым Для собственного электрического заряда Потому что в моем теле создатель расположил Изолированные участки Которые не реагируют на действия тока Разряд длится недолго Но мы обычно производим серию разрядов От 12 до 100 После этого мне требуется перезаряд В течение некоторого времени Электрические органы набирают энергию И в этот момент меня даже можно взять в руки Но лучше этого не делать Конечно, в принципе, для вас, людей Мой удар будет не сильным Если вы не будете удерживать меня в морской воде За брюхо и спину одновременно Это места расположения батарейки И у вас не будет никаких повреждений кожного покрова Но несоблюдение какого-либо из этих правил Может сыграть для жизни человека роковую роль Поэтому лучше не прикасайтесь ко мне А использую я, как и уже говорил Свои особые органы для защиты и для охоты Расскажите нам, как же вы охотитесь И с какого возраста у вас проявляются эти способности Органы у нас работают уже с рождения А охочусь я так Неподвижно лежа на дне И сканируя проплывающую поблизости еду Я выбираю себе подходящее лакомство Мое сердце бьется всего 15 раз в минуту Поэтому мне очень легко лежать абсолютно неподвижно Потом, когда жертва приблизится На приемлемое расстояние Я обнимаю ее своим наэлектризованным телом Конкретно грудными плавниками И поражаю током непрерывной серии До 100 последовательных зарядов После таких объятий Жертва становится просто неспособной сопротивляться Чего я, собственно, и добивался Учитывая такие исключительные способности Данные моим творцом Я не активный и медленный по своей сущности Но всегда лакомлюсь самыми стремительными И неуловимыми видами рыб Запас электроэнергии в моем теле Использованный во время активной охоты Восстанавливается по прошествии определенного времени Аналогично подзарядке вашей батарейки А вот и еще один интересный факт обо мне Расскажу, пока не забыл Так как мои глаза расположены на верхней части головы А ротовое отверстие снизу То я не вижу, что отправляется ко мне в пасть Во время трапезы Ух ты, как интересно А расскажите нам, пожалуйста, еще про ваших малышей О да, что правда, то правда Рождаются они совсем маленькими Размерами с человеческий ноготок Зато они рождаются живыми И точными копиями больших особей И одна самка за раз может привести От 8 до 14 детенышей А еще интересный факт Это то, что в момент опасности Наша самка забирает своих детенышей в рот Это совсем не так, как самка нашего родственника Гигантского ската Манта Они бросают своего единственного детеныша Которого вынашивали целый год Сразу же после его рождения И тот должен отправиться В вольное самостоятельное плавание Правда, рождается он уже 10-килограммовым И размером около 1 метра Под стать своим гигантским родителям А какие еще у вас есть интересные родственники? О, это скат хвостокол Это одно из самых опасных существ мирового океана Шип длиной от 15 до 37 сантиметров Спрятанный в его хвосте Легко пронзает жертву Или отгоняет обидчика Зазубрины на шипе делают рваную Несовместимую с жизнью рану А после атаки шип остается в теле жертвы Кроме того, он ядовит И способен убить даже человека Шипы хвостоколообразных скатов В древности использовались Племенами ваших собратьев Из стран Тихоокеанского бассейна Как наконечники для стрел и копий Кроме того, они были пропитаны ядом Что приносило дополнительный урон противнику Ого! Это так опасно! Наверное, пора нам возвращаться на сушу А то здесь столько опасностей вокруг Спасибо вам за такой полезный и интересный рассказ До свидания! До свидания! Спасибо! До свидания! Я смотрю, Андрюша, ты и вправду не на шутку перепугался после его рассказа Конечно! Ведь вокруг столько опасных существ И они так хорошо замаскированы Только лежат и поджидают свою жертву Не очень-то хочется к ним попасться Ведь это может стоить жизни Ага, ты прав Например, Стив Ирвин, австралийский натуралист Умер от яда ската-хвостокола Ого! Да! Но знаешь, что еще страшнее, чем такие создания? Что? Это опасность, которая нас поджидает В виде врага человеческой души Того, кто хочет считать себя соперником Бога В виде дьявола Не зря ведь скатов в древности Называли гнусами и морскими дьяволами Хоть они и Божье создание И используют свои органы по тому назначению, что дал им Творец Но в чем-то они напоминают нашего злейшего врага Того, кто хочет завлечь нас к себе, чтобы потом убить Он точно так же сначала спокойно стоит в стороне Замаскировавшись под кого-то хорошего И ждет, когда очередная жертва подойдет поближе А уже потом обнимает свою жертву щупальцами разного Красиво замаскированного греха И нейтрализует ее, не давая вырваться из объятий И если бы не Иисус, наш Спаситель То мы бы уже так и остались навсегда с этим ядом греха внутри И умерли бы от него Для радости этого злейшего охотника Но Иисус может разорвать цепь электрических импульсов В виде греха и оттащить нас подальше Стоит нам только этого захотеть и попросить его Об этом говорится в Евангелии от Иоанна 10 главе 10-11 стихах Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком Я пастырь добрый Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец Иисус это пастырь Он спасает нас от всего злого и от вора нашей жизни Дьявола Поэтому, ребята, помните, что вокруг нас всегда есть опасность И только Иисус может спасти и защитить нас от нее Не стремитесь ко всему мраморному, красивому, блестящему Ведь это может оказаться ваш враг Если счастлив ты, то щелкни язычком 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 Если по грехи простят все, и не тем тебя я знал Если счастлив ты, то щелкни язычком Если счастлив ты, то щелкни язычком Если счастлив ты, похлопай, раз и два Если по грехи простят все, идем тебя назвал Если счастлив ты, похлопай, раз и два Если счастлив ты, похлопай, раз и два Если счастлив ты, похлопай, раз и два Если по грехи простят все, идем тебя назвал Если счастлив ты, потом пой раз и два Если счастлив ты, то тихо спой, аминь Аминь Если счастлив ты, то тихо спой, аминь Аминь Если по грехе простился и ведем тебя на зло Если счастлив ты, то тихо спой, аминь Аминь Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona.hotmail.com или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Карер Санте-Усеби 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна или 7-я линия, остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!